Стариц Иосиф Афонский, избранная из книги изложения монашеского опыта. Советы в духовной брани. Не оставляй свой ум праздным, чтобы не научиться плохому. Не позволяй себе смотреть на недостатки других, ибо, не подозревая о том, окажешься помощником лукавого и непреуспевающим во благом. Не делайся в неведении союзником врага твоей души. Наша борьба не против человека, которого можно умертвить разными способами, но против начал и властей тьмы. С ними воюют не пирожными и мармеладом, но потоками слез, болью души до смерти, с крайним смирением и величайшим терпением. Чтобы текла кровь от перетруждения молитвой, чтобы ты от истощения падал и лежал неделями, как тяжело больной. И не отказывайся от битвы, пока не будут побеждены и не отступят бесы. Тогда получишь свободу от страстей. Часто в твой помысл, в твое слово и слух, в твой взгляд коварно прокрадывается враг, а ты этого не знаешь. В последствии понимаешь это и видишь необходимость борьбы, чтобы очиститься. Однако не изнемогай, противоборствуя духом лукавства. Благодатью Христовой победишь и обрадуешься настолько, насколько ты был огорчен. К этому будь внимателен и скажи другим. Смотрите, не хвалите друг друга в лицо, ибо вредит и совершенным похвала не только вам, еще слабым. Одному святому трижды сказал один гость, что тот хорошо плетет свое рукоделие. И на третий раз святой ему сказал, с тех пор, как ты вошел сюда, человек, ты выгнал Бога от меня. Видишь, какую строгость имели святые. Поэтому во всем нужно много внимания. Только брани и оскорбления приносят духовную пользу человеку, ибо от них рождается смирение. Человек приобретает венцы, терпя, задавливает эгоизм и тщеславие. Поэтому, когда тебя оскорбляют гордец, лицемерный, терпеливый и подобное тому, это время для терпения. И если заговоришь, проиграл. Трудись сейчас в молодости, не говоря почему и не унывая. И когда состаришься, соберешь урожай без страсти. И будешь недоумевать, откуда у тебя родились такие прекрасные колоссия, тогда как ты нисколько не возделывал землю. И ничего не достойный стал богатым. И всесетывание, и прислушание, и уныние твои вырастили такие плоды и благоуханные цветы. Поэтому понуждай себя. И если тысячекратно упадет праведный, он не теряет своего дерзновения, но снова поднимается и собирает силы, и Господь ему записывает победы. И победы ему не показывает, чтобы не превозносился, а падение ставит у него перед глазами, чтобы он их видел, чтобы страдал, чтобы смирялся. Когда же он пройдет через лагеря врагов, и везде прогремят неявные победы, тогда Господь начинает мало-помалу показывать, что он побеждает, что награждается, что руки его осязают что-то, что он прежде просил, а ему не давалось. И так он упражняется, испытывается, совершенствуется, насколько вмещает естество, ум, разум и сосуд нашей души. Поэтому мужайся и крепись в Господе, и не уменьшай своей готовности, но проси, взывай непрестанно, получаешь или нет. Так вот, всегда имей страх Божий, имей любовь ко всему и смотри, чтобы не огорчил чем-нибудь и не навредил кому, ибо во время молитвы встанет препятствием скорбь твоего брата. Стань для всех добрым примером в словах и делах, и Божья благодать всегда будет помогать тебе, будет тебя покрывать. Итак, послушай меня опять, положи твердое основание, построй теремок красивый на небесах, очищай внутренность чаши, как нас учит Господь, чтобы стала она и снаружи чистой, поскольку все исполняемое ради тела — это листья, украшающие внешнего человека, и это хорошо и прекрасно. Не проси в скорбях твоих утешений от людей, чтобы утешиться от Бога. Мост, по которому переходим мы все прощения виноватых, и если не прощаешь виновного, разрушаешь мост, по которому ты должен был пройти. Итак, стань хорошим образцом и примером для других в своих делах, добрых и благоугодных Господу. И не желай всех победить языком своим, не помышляя об успокоении, если, когда говоришь, требуешь найти правоту. Правота — это мужественно вытерпеть приходящее искушение, чтобы выйти победителем, виноват ты или не виноват. Если же ты говоришь «Ну почему?» Борешься с Богом, посылающим горести ради твоего страстного состояния. Бог нас наказывает, чтобы мы пришли в бесстрастие, и если этого не выносишь, то воистину воюешь с Богом. Когда не терпишь то одно искушение, то другое, так и Господь нам это посылает. А жалуешься на других, тогда Он сам нас будет бичевать, и это гораздо страшнее и весьма сурово, поскольку никто из людей не может так наказать, как наказывает всесильный. Поэтому, дитя мое, примите наказание, да никогда прогневается Господь всяческих. Возлюбите волю Его и носите, как свои напасти, чтобы не случилось так, что Он нас предаст молодушию и хуле. И когда снова ошибаешься и падаешь, снова кайся. Не отчаивайся, найди в себе отвагу и надежду, говори, прости меня, Христе мой, снова каюсь. Не говори мне, уготован гнев Божий, не грех ли это, человеческий ясмый. Не негодуй на братьев, переноси их ошибки, чтобы и они переносили твои. Люби, чтобы тебя любили, и терпи, чтобы тебя терпели. Стань добрым, и все станут добрыми с тобой. Подчини свои страсти, и увидишь, как многие благоговейно будут относиться не только к твоим словам, но и к движению твоих глаз. Что касается послушания, о которых ты говоришь, если их много, и ты не успеваешь, и с тобой происходит смущение, прошу и я твоего старца, чтобы он их тебе облегчил, чтобы ты не делал их с ропотом. Дьявол, насколько истекает время и приближается его конец, настолько же и воюет, и старается с предельным неистовством обречь нас на мучение. Особенно сейчас, когда приближается Великий Пост, много искушений и много волнений воздвигают на нас негодные бесы. Потому как и мы в это время их притесняем сверхобычного постом и молитвою, еще более свирепеют против нас и они. Так вот, позаботься приобрести венцы на этом поприще подвига. Ты должен стать более доблестным, должен противостоять грудью против этих бесплотных. Не бойся их. Ты не видишь при каждой молитве, которую творишь, сколько их падает, сколько показывает спину. Ты видишь только, насколько ранят тебя. Но побиваются и они, и они страдают. Всякий раз, когда мы терпим, они в припрыжку убегают и при каждой молитве тяжко ранятся. И так не жди во время войны, когда ты мечешь во врагов стрелы и пули, чтобы они метали в тебя мармелад и шоколад. Помнишь, что ты написал тогда в начале? Говорил, что облегся в монашеский образ, как во всеоружие, чтобы воевать против начала властей тьмы. И так подвязайся, чтобы быть верным своим словам. В час искушения не оставляй своего места, не дезертирствуй, не указывай на ошибку другого, не проси справедливости, а минуй искушение и смятение молча до смерти. И когда минует искушение и установится полный мир, старец ты или послушник, тогда бесстрастно укажи на вред или пользу. И таким образом устрояется добродетель. Во всех искушениях и скорбях требуется терпение, и оно победа над ними. Отметь имена претерпевающих до смерти в час искушения, когда их слюна во рту становилась кровью, чтобы не заговорить. К ним относись с большим благоговением и почитай их как мучеников и как исповедников. Их и таких, как они, я люблю, их целую. Ради них должен проливать каждый день и последнюю каплю в любви Христовой, поскольку видишь, что терпя, он предпочитает тысячи смертей тому, чтобы выпустить из уст своих холодное слово. И когда его душат люди, его душит правота, его душит и внутренний помысл. Он, сражаясь, ослабевает и падает, как мертвый. И тогда еще сражается умственно с искушением и берет всю тяжесть на себя, болезнуя и воздыхая, как виноваты. Так вот, ничего другого не желаю и так сильно не люблю, как слышать, что вы имеете терпение в искушении. Если потребуешь справедливости в чем бы то ни было, когда твой ближний поступит с тобой несправедливо, опозорит тебя, оскорбит, ударит, выгонит или покусится на твою жизнь, то сам окажешься несправедлив, посчитав его виновным или страстно его осудив. Ибо ты требуешь от него того, чего ему не дал Бог. И если хорошо уразумеешь то, что я тебе говорю, все будут для тебя неповинными в какой бы то ни была ошибке, и только ты будешь во всем виноват. Поскольку три врага воюют с человеческим родом – бесы, наше собственное естество и привычка. Вне этого другой войны не существует. Так вот, если удалишь беса, который мучит все человечество, тогда мы все будем хорошими. Вот кому ты должен приписать несправедливость, его ненавидеть, его осуждать и до конца иметь его врагом. Другой враг, как мы сказали, – это естество, которое, как только человек познает мир, сопротивляется закону духа и требует всего, что на погибель души. Вот и другой враг, который достоин ненависти до конца твоих дней, его ты должен судить и осуждать. Есть у нас вдобавок и третий враг – привычка, который, поскольку мы привыкаем делать всякого вида зло, становится для нас навыком, занимает место второй натуры и содержит грех как закон. И таким же образом требует равной борьбы, чтобы приняли мы божественные изменения и избавления. И так вот и третий враг, который достоин совершенной ненависти. Если хочешь, чтобы твой ближний во всем был хорошим, как это тебе нравится, отдели от него этих трех врагов благодатью, которой обладаешь. Вот что справедливость. Если хочешь ее найти, совершай молитву Богу, чтобы он его избавил от этих врагов. И тогда будет у вас согласие. Если же ты захочешь по-другому найти справедливость, то будешь всегда неправ, и, следовательно, благодать будет вынуждена уходить, приходить, пока не найдет упокоения в твоей душе. Ибо человек имеет право столько благодати иметь в себе, насколько с благодарностью терпит искушение, насколько он безропотно несет тяготу ближнего. Вот свидетель мне Господь, предающий смерти лжецов с их ложью. Уже 25 лет с лишним, как яростно, и до крови я борюсь с бесами на земле. Спустился в глубину океана, обнажившись от самолюбия и своей воли, чтобы найти драгоценную жемчужину, обуздал самого сатану со всем его воинством, наукой и искусством, и, смирением связав его, спрашиваю, «Почему у тебя такое неистовство против нас, и воюешь с нами с такой яростью?» А он мне говорит, «Чтобы было у меня много товарищей в аду, и чтобы хвалился я назарянину, что не один я преступник, а вот как много других вместе со мной». И снова поднялся я на небеса благодатью и духовным созерцанием, и видел неизреченную красоту рая, которую готовал Бог любящим его. И после всего этого немного отошла благодать, и чуть подкосились мои ноги, и я впал в некоторые дни родения, и пленил меня сон, и многих благ меня лишил. И вскоре снова я встал, и завязал войну и кровавую битву, и, победив, снова впал в сонливость, и снова мать всякого зла неродения пожрала мои кости. Ну и снова я встал и завязал битву со всеми бесами. Восемь лет вначале я сражался с плотскими страстями. Спал не лежа, а стоя в углу или сидя на скамейке, бил себя дважды или трижды в день, выпия и плача, чтобы пожалел меня Бог и унял войну, до тех пор, пока не помиловал меня всемилостиво и не прекратил неистовство сатаны. И ныне бесчисленные мои страдания описываю как бы вкратце, даю тебе одну каплю из океана. Каждой ночью полчища бесовские с палками, топорами и со всяким другим вредоносным орудием неистово мучили меня все восемь лет. Один за маленькую тогда мою бородку, другой за волосы, ноги, руки, творили всякого рода злой муки, все они кричали душить его, убить его, и только именем Христовым и нашей Богородицы они исчезали, и сила их как дым растворялась. Наконец, помиловал меня Господь и извел меня из глубины и рва страданий. И ныне, чадо мое, становлюсь безрассудным, открывая это. Но сказал я это сейчас тебе и продолжаю говорить, считая, что принесу тебе пользу. Так вот, хотя в юности я был в расцвете сил, а сейчас состарился от мук многих перемен, как столетний старик, прежде всего я делами рук своих, как ты видел, из того, что я тебе прислал, добываю хлеб свой в поте лица. Приходят к нам из разных монастырей и скитов Афона, и благодатью Божией мы говорим подаваемое нам от Господа. Тружусь умно и исполняю безущербно свои монашеские обязанности. И ночами, когда ум достаточно устанет в молитве, пишу немало писем, о которых христиане меня часто просят ради пользы. И после всего, что ты услышал, впадаю в отчаяние, что не исполняю волю Господа моего. Неужели, говорю и плачу, кто-нибудь знает, угодно ли Господу моему то, что я делаю, или, может быть, заблуждаюсь или обольщаюсь, и другим проповедуясь, сам остаюсь негодным, ибо сокрыта от меня божественная воля Господа моего. Ибо кто познал ум Вседержителя, или кто постоит против него, аще беззаконие назрит. Аще беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит? Так вот ты, чадо мое, из-за одного прислушания бросил все свое оружие, из-за слова одного беса отказываешься от сражения. А если бы ты увидел зиму, снежной бури, когда полчища и воинства бесовские тебя устрашают? Угрозы одного беса ты испугался. Да не верь ты никогда тому, что он говорит, ибо он лжец из коней, и не имеет никакой силы против нас, только бы мы не были застигнуты в гордом неведении. Они только угрожают и пугают нас, однако сил не имеют, ибо если в свиней не имели власти войти, как искусят нас без разрешения Господа. Чадо мое, понуждай себя ко всякому благу, и если, содействуя в добре, мы много раз падаем вниз, все-таки да не будем оставаться в падении, а восстав, будем просить прощения у нашего Спасителя. А он, поскольку сказал своему ученику прощать виновному семьдесят раз по семь в день, как же не простит нас, будучи сам законодателем. Поэтому не бойся, но сколько раз не падаешь, вставай и проси через священников прощения, и он, как приблагой, не будет держать зла на тебя и сохранять гнев. Елико отстоя от Востоца и от Запад, удалил есть от нас беззаконие наше. Получил чадо мое твое письмо и увидел в нем твое беспокойство. Все же не печалься, дитя мое, не беспокойся так. И если опять упал, опять поднимайся. Ты призван небоохотцем. Неудивительно споткнуться тому, кто бежит. Только надо ему иметь терпение и покаяние в каждое мгновение. Восьму постоянно полагай покаяние, когда ошибаешься и не теряй времени. Ибо сколько медлишь ты попросить прощения, настолько даешь позволение лукавому простирать в тебе корни. Не позволяй ему нервировать тебя, тебе же ущерб. И так не отчаивайся, падая, но поднимаясь с готовностью полагай покаяние, говоря, «Прости меня, Христе, мой человек, я исьму и немощен». Это не оставление. Но так как у тебя пока еще много мирской гордости и много тщеславия, попускает тебе Христос наш ошибаться и падать, чтобы узнавал ты каждый день чувственно свою слабость и терпел согрешающих, чтобы не осуждал ты братьев, если они ошибаются, а носил их немощь. Значит, сколько раз падаешь, снова вставай и сразу проси прощения. Утробы моей души, почему унываешь? Почему отчаиваешься? Почему изнемогаешь? Так легко ты отказываешься от борьбы? Вот попустил Бог бесом тебя потрясти немного, чтобы ты увидел, где находишься, чтобы стала явной гордость, чтобы смирилось твое сердце, чтобы ты познал, что ты человек, то есть познай самого себя, чтобы ты стал сострадательным к согрешающим и нисколько их не осуждал. Бог нас хочет сделать такими, как борец на арене или как мяч, которым играет, поднимает тебя на небеса, показывает тебе то, что глаза страстного человека не видели и слух пекущегося о вещественном и не слышал. И хотя ты нисколько не согрешил, переворачивает страницу и бросает тебя в преисподнюю и радуется, когда видит тебя как борца, сражающегося со всеми полчищами бесовскими. И возьми Павла и оставь меня после того, как он поднялся до третьего неба и видел и слышал неизреченные, снова возглашает «Дано мне жало вплоть, крепкий силою, пока не соделает человека, делает так, чтобы он поднимался и созерцал, опускался и боролся и относился к этому как к обычному, к тому и другому, так, чтобы эти обычные перемены не были для него чувствительны. И то и другое, говорит он тебе, ради меня». «Это жизнь-борьба, если хочешь победить, это не шутка. С нечистыми духами воюешь, которые бросают в нас не пирожные и мармелад, а острые пули, убивающие душу, а не тело. Только не печалься, не робей, у тебя есть помощь, я тебя ношу. Видел тебя вправду вчера во сне, мы поднимались вместе ко Христу. «Итак, восстань и беги вслед за мной. Только будь внимателен, раз уж видел ловушки лукавых, и, увы, тому, кого они схватят, нелегко ему будет вырваться из их когтей. Конечно, дьявол, как бы он этого не хотел, не сможет сам нас погубить, если мы сами не посодействуем его злобе. Но и Бог тоже не может один нас спасти, если мы не станем сообщниками его благодати в нашем спасении. Всегда Бог помогает, всегда успевает, но хочет, чтобы и мы потрудились, сделали то, что можем. Поэтому не говори, что не преуспел, и почему не преуспел, и тому подобное. Ибо преуспеяние заключено не только в человеке, даже если он того захочет, даже если много потрудится. Сила Божья, благодать его благословенная, она делает все, когда от нашего приимет. Она поднимает падшего, она возводит низверженного. Этого Бога и Спасителя нашего будем просить, и мы от всего сердца, чтобы пришел, укрепил расслабленного, восставил четверодневного лазаря, дал глаза слепому, накормил голодного. Поистине, чадо мое, велика борьба против страстей, но благодатью Божией все достигается, и с Его помощью невозможное становится возможным. Со всеми нами, дитя мое, случаются такие перемены, но требуется терпение и настойчивость в борьбе. Все эти ненормальности, смятение, ненависть, отвращение, дикие движения страстей, все это от сатаны, и все это требует равного отвращения, с понуждением, с болью, со скорбью, с самого начала начал. Прежде чем они войдут и захватят пастбище, и перекроют воды снаружи, и заморят душу голодом по небесной росе, видишь, когда происходит сосложение помыслов, которые сеют лукавы, тогда он тебе сразу перекрывает дерзновение молитвы. Вот как он тебе перекроет снаружи воды, пищу души, так и умрешь ты голодной смертью в несколько дней, тогда как вначале небольшим возражением ты можешь их отвергать, а ты не радеешь и расслабляешься, внимая усердно тому, что они говорят. Когда они войдут, то поволокут нас как пленников, будь внимательна, и не верь, и даже не думай, что они ушли. Ненадолго их прогоняют молитвой те, кто больше тебя, но они снова возвращаются. Благодать их обуздывает, чтобы воспрянула твоя душа, но они снова приходят назад. Однако во время мира ты не неродей, а будь внимательный, исправляйся, готовься к войне, найди в себе отвагу, имей терпение, оказывай совершенное послушание, так ты можешь без всего другого получить однажды избавление, но с большой борьбой и большим вниманием. Дорогая моя доченька, добрая моя голубица, хорошее мое дитя, желаю тебе, чадца мое, быть здоровой душой и телом. На днях пришел мне помысл, и я сказал в своем уме, что так медлит написать на мое чадо, как упустила из виду, может быть, говорю, занята учебой моя дочь. Наконец получил твое письмо и радуюсь о твоем здоровье. Печалюсь о твоих грехах, которые ты постоянно совершаешь, поскольку ты такая маленькая девочка, ссоришься со всеми. Интересно, когда ты станешь невестушкой владыки Христа, когда наденешь святое монашеское облачение, исправишь ли ты тогда свое неуместное поведение или будешь ссориться снова? Ладно, сейчас пусть все будет прощено, только будь внимательна впредь, иначе наложу на тебя строгую эпитемью. Поскольку ты, как невеста небесного царя, не должна делать ничего неуместно, а со всеми вести себя, как самое младшее, быть самой скромной и самой смиренной, со многими слезами на глазах плакать, просить удостоиться радости мудрых девств всеми ангелами и святыми, и будь внимательна, добрая моя доченька, ибо ты уже подросла, и начинают изменяться помыслы, начали летать близ тебя стрелы лукавого. Ты же береги свою душу, крепко береги свою честь. Христос и Матерь Божия хотят, чтобы мы всегда были внимательны и имели страх Божий. Не думай найти радость и удовлетворение в том, в чем твоя душа печалится, а Божья благодать не находит себе места. Радость это дар нашей душе от Бога, и если ты ее смутишь, она не придет вновь, если только ты с большой болью не опечалишься и не покаешься в чем согрешила. Однако есть ли на то причина, чтобы опрометчиво прогонять голубицу благодати и затем с печалью со многими воздыханиями искать ее, чтобы она снова пришла обратно? Многие прогнали радость, неразумно смутили ее, и она более не возвратилась. Поэтому будь внимательна, хорошая моя девочка. Без твоей матери не делай ни шагу, не заводи много подружек, не люби украшений, не интересуйся духами, все это мирские занятия, насколько излишни и настолько предосудительны. Пусть будет у тебя страх Божий всегдашним украшением, а скромной одеждой смирения, надежным покровом всецарица, хранителем наставником ангел твоей души, запахом духов, девственное благоухание твоей души и тела. Да, дитя мое, так делай, и будешь жить ныне и вовеки, ибо смерть души идет рядом с тобой, опережает твой шаг, порхает в твоем сердце, летает в твоих глазах, борется с твоими помыслами. Будь внимательна к своей жизни, крепко береги свою душу. Да, золотая моя дочь, ведь мир испортился, и искуситель, видя божественную любовь и нашу ревность по Богу, полагает камень преткновения и камень соблазна на жизненном пути. Поэтому слушай мои слова и храни их, чтобы они тебя хранили от преткновения. Читай божественные книги, чтобы ими просвещал Саум, чтобы направлялась на духовный путь твоя душа. И это божественное учение станет для тебя небесным преданным и вечным богатством. К тому же будь внимательна, чтобы не ослушаться ни твоего отца, ни матери. Берегись случайных встреч с мирскими, уже прошел малый и невинный возраст. Не учись много говорить, лучше поменьше, а молчание богатства души. Если приучишься много говорить, и молитву Иисусова вскоре потеряешь, и душу свою очень утомишь, и другим многим, безусловно, навредишь, ибо в многословии не избежать греха. Еще позаботься, дочь моя, быть всегда разумной, смиренной, послушной, молчаливой, терпеливой, воздержанной, старательной, непрестанно день и ночь молящейся. Пусть уста твои не оставляют умную молитву, и увидишь, сколь будет просвещаться ум, как сердце будет источать радость и мир. Все делай с благоразумием после доброго совета. Люби исповедь и часто причащайся. Не гляди на мир, чтобы видел тебя Бог, и если всегда будешь хранить девство, тело и души, Пресвятая Дева будет тебя хранить от всякого зла, от всяких врагов, видимых и невидимых. И я молюсь, дочь моя смиренная, чтобы скоро исполнилась на тебе воля Господня. Даст тебе Господь Бог сердцу твоему. Радуйся, Господи, возлюбленный и желаннейший мой сын. Весьма хороший, но чуть гневливый, очень разумный, только немного упрямый, очень добрый и немного ревнивый. Желаю, чадо мое, чтобы я увидел тебя скоро, как хочет того моя душа. Получил твое письмо и прошу дитя мое писать немного разборчивее, потому что из-за зачеркиваний не в силах был его читать, ибо я, доброе мое дитя, как видишь, малограмотный, и только по слогам с усилием это прочитал, и опять же только отчасти не все, поэтому забываю начало, пока дохожу до конца. И почему, дитя мое, ты все жалуешься, что я не пишу тебе? Но я несчастный даже тем, кто мне пишет, не успеваю писать, насколько же более тому, кто не пишет. Не знаешь, разве, дитя мое, что это твое письмо побуждает меня тебе писать? Разве не знаешь, что у меня, как у монаха, много духовных обязанностей, которые не позволяют мне присесть ни на миг? Ибо я обязан молиться о вас, и если не напишу письмо, восполняю молитвой, поскольку речи многих ты можешь услышать в миру, тогда как молитва там труднейшее дело. Но здесь в тишине для нас это легче, поэтому не жалуйся, ибо все, что я не делаю, делаю со сознанием и страхом Божиим. Когда опять захочешь получить от меня письмо, то не ленись и напиши, тогда я снова окажу тебе послушание, ибо Господь говорит, просящему тебя дай, а не непросящему. Молюсь, чадо мое, с болью и души, со множеством слез, чтобы хранил тебя Господь от всякого зла. Спеши убегать быстро, как олень, перепрыгивая ловушки дьявола и наступая на Аспида и Василиска. Радуйся непрестанно радостью сладчайшего Иисуса и причистой его матери. А если с Богом святым ты придешь к нам в какой-нибудь день после Пасхи, тогда прекрасно поговорим о духовном. Скажем тогда о многом, и ты увидишь здесь, в пустыне, очень небольшие и красивые наши домики. Воистину повеселишься, взыграешь, как олень, будешь плясать, как ягненок. Увидишь, каким образом просыпается душа, как вскармливается молоком, будто дитя малое, развивается со временем благодаря познанию и возрастает, если хорошо содержится, а также, как она портится, заболевает, до конца отмирает и совершенно погибает. Итак, мечтай о благих надеждах и ожидай прихода весны, чтобы впереди у тебя было лето. Возвысь свой ум в то, о чем я тебе пишу, и время пролетит быстро. Понуждая себя к своим духовным обязанностям, чтобы враг не нашел возможности тебя уловить. Это вкратце, сын мой, с моей большой к тебе любовью. Убегай, как от огня от плохих помыслов, совершенно им не внимай, для того, чтобы они не пустили корни в тебе, и опять же не отчаивайся, ибо Бог велик и прощается грешающих. Только кайся, когда ошибаешься и старайся не делать ничего подобного снова. Также будь внимательным в отношениях со своими одноклассниками, не говори много, не слушай того, что не подобает, ибо загрязняется слух. Позаботься быть послушным, разумным, смиренным, добродетельным, другом молитвы и чтения. Молись со слезами, читай с молитвой. Уста твои пусть все время не прекращают. Господи Иисусе Христе, помилуй мя. И готовься, когда захочет святой Бог стать хорошим монахом, благоугодным Богу и людям. Ибо этот мир, дитя мое, суетнейший, полнота всякого зла, место изгнания Адама, а следовательно и наше. И блажен тот, кто удостоится хорошо продать это место и достигнуть пристани спасения, ибо предстоит ему вечно радоваться со святыми и соцарствовать со Христом во все веки. Ты пишешь мне, что готовишься совершить Божие дело. Так вот, если ты его совершишь благополучно, это благодать Божия. А если и встретишь препятствие по какой бы то ни было причине, не печалься, в другое время сделаешь это, если будет на то воля Господня. Ибо многие вещи не удаются до времени, так как не настал их час. Иные, потому что препятствуют люди, поскольку, как говорят святые, могут люди задержать волю Господню на многие годы, а иные, потому что совершенно нет воли Господней им произойти. Бесчисленны примеры в житиях святых, только и преподобие твое это читает, и ты по собственному опыту много уже знаешь. Поэтому, как бы ни повернулся круг сферы многотрудного нашего жития, ты должен оставаться бесстрастным и как атлант нести приключения своей жизни, если, как говоришь, ты призван пастырем многих овец. Тогда, как я, напротив, как выяснилось, сгожусь, чтобы стеречь скалы, как лишенные такого дарования и недостойны служения слова. «Увы, мне смиренному и убогому, если я не уникаю в это и не признаю дарования моих братьев, какой ответ я дам в час суда, ибо раз и два, будучи скраденным лестью и, послушавшись ее, потерпел крушение. И до сих пор собираю обломки, увы, мне смиренному и состарившемуся. Как мне представляется из очевидного, я дважды по неведению пришел в столкновение с Божьей волей. Каким словом облечу убогую мою душу, каким образом умилостивлю моего Господа, или какое дело сделаю угодное Богу моему? Увы, мне смиренному, ибо иссякли слезы в моих глазах, густая ночь объяла меня, и я пребываю в бесчувствии, хвалимый здешними отцами. Но да будет милости в сладкий Иисус по молитвам святых отцов. Я оставил свои дела, батюшка мой, и, помянув дни древние, отвлекся. Прости мне твоему отцу, а все же хоть я и такой, а Духом Божиим тебя родил. Видишь, ты и сам познал на опыте, что где бы мы ни были, сын мой, необходимо великое терпение. У пустыни одни подвиги, а у мира опять же многое иное и разнообразное. Итак, мужайся, и поскольку ты избрал это бремя, носи его со страхом Божиим. И поверь, чадо мое, что я нажму на немощную от трудов и умершую мою силу, и попрошу Бога, чтобы не случилось с тобой чего-нибудь из тех зол, о которых безумно стараются враги нашей веры. Если, однако, тебе свыше предначертанно для пользы души что-нибудь претерпеть, я прошу, чтобы Бог дал тебе мужество души и терпение. Не бойся. Масоны многое задумывают и многое хотят сделать, но только если разрешит Господь всех. без его воли, как он сказал, ни волос не падает, ни лист. Он разрушит их замыслы. На сегодня нам этого достаточно, а о дальнейшем пусть подумает Бог, у Которого мы есть и живем. Ты с Бога начинай и Богом заканчивай, и не бойся восстающих на тебя искушений, ибо благодатью Христовой они как дым растворяются. А касательно того твоего искушения, о котором ты говоришь, истина, я думаю, такова. Раз тебя искушает этот бес, кажется, что совершается какое-то добро, и оно беспокоит беса, а он тебя искушает. Однако и ты, искушаемый, выигрываешь многое. Кроме награды за терпение, ты становишься опытным, и людей узнаешь. Если камень не ударится, а камень не появится искра. А муж неискушенный никуда не годен. Ты много узнал, когда был здесь, много узнаешь и сейчас, будучи там. Только будь разумным впредь, и ходи со вниманием, познавая, какова воля Господня, потому что дни лукавы. Учись использовать время и обстоятельства. И то, что с тобой сейчас, пройдет, но снова придет другое, ибо враг не успокаивается никогда, не зная, что он сказал Богу, когда он спросил его об Иове. Подобно и о каждом из нас. Искушение приходит в соответствии с мерой каждого. И ты должен вытерпеть, чтобы выйти победителем, ибо подвигоположник Христос для этого попускает нам искушение, чтобы мы одерживали победы над врагом, отмывались от страстей и совершенствовались. И так, подвиг и терпение. Не выбивайся из сил, не поворачивай назад. Когда видишь, что устаешь, приезжай сюда и отдыхай. Набираешься сил и возвращаешься снова, чтобы подвязаться. Ибо подвиг продолжается до последнего дня. И искушение, где бы ты ни был, где бы ты не остановился, рядом с тобой. Ты думал, что когда ты уедешь отсюда, натиск битвы прекратится. Но теперь ты уже хорошо понял, что места без искушения не существует. И должен человек победить там, где с ним воюют, чтобы доставить печаль и позор дьяволу, а радость и славу Богу. Достойны ли мы всегда, когда приступаем причаститься Христа? Ходим ли в подражании? Пребывает ли в нас сладкий Иисус? Нашел ли место в чистом нашем сердце или сразу уходит? Все это должен исследовать истинный христианин в каждое мгновение, особенно тот, кто желает идти узким и скорбным путем нашего Господа и прийти в совершенство. Как и вы, возлюбленные чадца доброго и благого духовного моего Сына, который столько вынес и здоровье свое потерял, дабы нашли вы свою душевную радость и здоровье? Ибо каждый пастр словесных овец должен приносить себя в жертву за паство, подражая владыке Христу, который пришел отдать душу своего искупления многих. Так так вот, позаботьтесь большой любовью между собой в чистой совести, в страдании души, в любви Христовой оказывать ему совершенное послушание, дабы приятно было Христу и дабы не стенал и не роптал ваш Отец, который обо всех заботится и ищет для всех вас пользы. Оставьте свою волю, ибо она смерть души для человека, и да покрывает один ошибки другого, дабы покрывал и Христос ваши собственные, поскольку если требуешь от брата своего справедливости, сразу оказываешься стоящим лицом к лицу с Богом, который тебя выносил согрешающего, и сейчас, когда он тебя разбудил своей благодатью, ты не хочешь выносить своего немощного брата, так вот где твое собственное правосудие, а если у тебя отнимет свою благодать Христос и потребует у тебя тысячи талантов, которые ты ему должен, так вот кто из вас захочет правоты, пусть знает, что она это носить тяготу своего брата до последнего дыхания и оказывать совершенное послушание своему наставнику, и только любовью устрояется немощный, и когда видит ваш духовный отец ваши согласия и любовь, тогда он радуется и дает радости вам, а когда видит ворчание и брань, подкашивается его здоровье, и к нему приходит преждевременная смерть, а вы остаетесь сиротами. желаю вам от всей души всего вместе возлюбленные мои внуки, смиренный отец Иосиф. умности имей большое смирение, непраздные слова смирения произноси, а стань ссором, чтобы по тебе ходили, если хочешь, чтобы тебя посетил Христос. Сердце твое пусть смягчится, станет ватой, и склоняйся перед той, с которой говоришь «Тебе виднее, сестра моя, благослови!» С какой внимательностью ты говоришь с другими, с такой будет обращаться с тобой Христос. Какой мерой ты меряешь других, тем же он будет мерить тебя. Как ты прощаешь согрешение другим, так и твои собственные он оставляет. С какой любовью и внимательностью ты ищешь его, соответственно этому, и он является тебе. Не вздумай притворяться послушной и сама поступать по своей воле, ибо тогда согрешаешь не перед своей старицей игуменей, а перед Богом, который близ тебя и все твои движения видит. Он всегда с тобой, только ты слепа и не видишь, ты всегда в его объятиях, им дышишь, его вкушаешь, им облачаешься, ты никогда его не обманешь, все, что бы ты ни делала, он видит и прежде, чем ты об этом подумаешь. Если ты говоришь, что согрешение твое маленькое, ничего страшного, тогда и молитва твоя маленькая не идет к Богу, ничего страшного. Если ты молишься и хочешь, чтобы маленькая твоя молитва была услышана, тогда знай, что и маленькие твои прегрешения записываются, и они искажают твое маленькое добро. Так вот, если у тебя есть строгость и внимательность, чтобы не печалить Господа, который видит все, опасайся, как бы не опечалить игуменю и остальных сестер, зная, что тем ты согрешишь перед Богом. Не говори, я права никогда, даже если тебе будут глаза выкалывать, никогда не ищи справедливости, ибо носишь Христа, который стал человеком ради человека и выстрадал все, чтобы спасти нас, не вменяя человеку его преступления. Когда рассветает, говори каждое утро, Господи Иисусе Христе мой, удостой меня пройти этот мой день без греха. Примись с готовностью за свою работу и за молитву в твоих устах, и смотри, что Господь на тебя смотрит, а ангел записывает. Ангел записывает твои дела, а Господь помыслы. В каждый миг говори со сознанием душа моя, собери со страхом свои помыслы, ибо Господь тебя видит. Не рассеивайся, не витай в облаках, а говори Иисусову молитву с большим вниманием. Не смотри, что делают другие, и не желай казаться знающей. То, что ты должна знать, это говорить непрестанно Иисусову молитву и быть внимательной в своей работе. Стань неразумной ради Христа, чтобы тебя умудрил Господь. Если все это тебе удастся, благо тебе будет, ибо станешь хорошей и добродетельной монахиней, полезной для других. Да пребудет всегда с тобой благодать, и да сохранит тебя от всякого воздействия лукавого. Молю со всех сестрах и игуменей, дабы дал ей Бог благодать и силу носить ваши тяготы, ибо тяготы велики, а труда много. Проснись, дитя мое, следуй тому, что я тебе написал, и когда ты испытываешь какое-нибудь затруднение или сталкиваешься с чем-то неразрешимым, в чем тебе не могут помочь другие, а ты сама не находишь выхода, напиши мне, и я тебе с большой любовью отвечу. Что касается твоих слов о том, что когда ты исполняешь волю кого-то одного, то зачастую печалится другой, ты, чтобы никто не печалился и чтобы у тебя самой все было в порядке перед Богом. Спрашивай всегда старицу и игуменю, что повелишь, матушка, такая-то сказала мне, чтобы я это сделала, и что она тебе скажет, делай без рассуждений, и никто не будет печалиться, а они пусть разбираются с игуменей. Послушание включает в себя все, а Христос сплетает тебе венец в каждый миг. Но для того, чтобы развивался внутренний человек, чтобы ты обрела покой от страстей и расцвел плод благого твоего делания, все должно сопровождаться постоянной и непрестанной умной молитвой. Когда трудишься, говори непрестанно Иисусова молитву или устами, или умом. Когда ты ее говоришь постоянно устами, впоследствии ум привлекает говорить ее внутренней речи. Затем ум опускает ее в сердце. И далее там труд и дело трезвений, держать там силой ум безобразным, чистым, внимающим только обращению молитвы посредством вдоха и выдоха внутри сердца. Тогда ум, не успевая образовать помысл рассеяния, со временем благодатью молитвы очищается и не удовлетворяется более лукавыми воспоминаниями и не хочет оставаться совершенно праздным, но весь воспламеняется при воспоминании Божьей имени и в любви к Спасителю Христу. Итак, усердно занимайся, дитя мое, этим божественным тайным деланием, и душа твоя станет раем, прежде чем выйдет из тела. Монах, который не научился Иисусовой молитве, не знает, зачем стал монахом. Чтение просвещает ум и помогает в молитве. Телесный труд, когда он умеренный и не производит смятения, очень полезен, он ведет тебя к смирению. Когда ты привыкнешь говорить каждому «благослови» и во всем всегда ругать саму себя и никогда не просить права из своей воли, то скоро вкусишь плод смирения. Необходимо только, чтобы ты была терпелива во всем. С любовью и простотой, без многих размышлений, быстрее достигаешь вышней пристани. Заключи в свои объятия икону Матери Божией, как если бы она была живой, как твою мамочку, когда ты была маленькой. Говори ей всю свою боль, орошай ее своими святыми и чистыми слезами, и будешь черпать непрестанное утешение. Она будет предстательствовать перед своим сыном, который столь добр и любит добрых, и милует злых, и прощает кающихся грешников. И он откроет умные глаза твоей души и наполнит твое сердце любовью и божественным мрачением. И тогда станут твои глаза двумя источниками.